Всем привет! С вами Анна. Сейчас 16.05. Я не снимала, потому что не могла снимать. Потом объясню. И сейчас начинается влог. Вполне можно мне сказать доброе утро. Потому что первая часть дня была настолько тяжелая, что потом я тут валялась. Валялась я 4 часа. Вот немножечко становлюсь вертикальнее. А на самом деле сейчас гроза. Я думаю, что может быть так было просто очень тяжело перед грозой. Знаете, бывает. Но такой сильный дождь. И нам пора ехать в полиглотики на последнее занятие по программе «Вселенная». И с полиглотиками мы, к сожалению, попрощаемся на целый месяц. Для нас это большая потеря. Мы бы, в принципе, ходили. Если бы были деньги, было бы рядом. Сейчас нам придется ехать на такси. И через месяц Даня пойдет туда в лагерь на 2 недели. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо за... Спасибо большое. Да, мы раз в неделю. А вы два раза в неделю ходите? Мы не можем всюду два раза в неделю ходить. Мы на все кружки ходим раз в неделю. Значит, ты доделывать будешь еще, да? Ну и что, вы выучили планеты-то? А ты выучила? Ты, наверное, не выучила. Дань, а ты солнце потом? Мелок воей. Венера. Ну, земля. Ты по-английски хотел сказать? Ну, скажи. Он подумал, земля. Дальше. Что дальше? Даня, не ешь ничего сладкого, я тебя умоляю. Я поел уже. Я не могу за ними следить. Мои любимые, посмотрел. Даня, не ешь, пожалуйста. У тебя только что глаза чесались. Вы сегодня сладкое ели уже, пожалуйста, не ешь ничего. А я твою плыточку забыла. А где у нас? Э, башенька. А, Вика глазки еще состроила тут. А, башенки нет-то. Убрали. Ставьте мне тысяча котиков, и тысяча села детек. А я вам тысяча поцелуйчиков. Дорогие друзья, после полиглотиков мы пытались прибрать прихожую. У нас не очень получилось. Я ужиную отдельно, уже поужину. У меня был восхитительный экспромт. Вы пока смотрите, что творится во дворе. А я вам рассказываю. Значит, я купила цветную капусту в форме риса. В нее уже добавлено кукуруза и горошек. И болгарский перчик. Я поджарила это на сковородке чуточку. И добавила туда яйца. Три яйца. Получился омлет с цветной капустой. Плюс мои котлетки. Сегодня Даня ест говяжьи котлетки. Даже попросил добавку. А вот цветная капуста ему не понравилась. Хотя он сам ее выбрал в магазине. Вот, получилось восхитительно вкусно. Даже без соусов и кетчупов. Мои дети тоже побывали в этой луже, конечно же. Ее нельзя пропустить. И у нас, у Дани, две пары мокрых кроссовок. Днем погулял. И сейчас у Вики одна пара мокрых кроссовок. Представляете, вот этот стол огромный, железный, со стульями. Дети умудрились перетащить. Или взрослые, я не знаю кто. Что вот он стоял за этим желтым домиком. И вот они умудрились протащить столько. Стоял слева за домиком. И теперь вот там. У нас сейчас случился конфликт. Я не получал телефон. И он просто заистерил. Стал сжимать кулаки, орать на Вику, на Тему. Я вышла. Они там без меня разбираются. Вот. Он должен получить телефон. Потому что Вика получала. Но это неправда. Никаких таких условий не было, что он получит. Если Вика получит. Вика получала, потому что она попросила. Получала очень ненадолго. Так. Я не знаю. Мне кажется, я сто раз сегодня рассказала. А вам, кажется, не рассказала. В общем, мы сходили в поликлинику. И если коротко, то перед грозой было очень-очень... Как знаете, такое выражение парит. Парит перед грозой. Вот было душно, но даже не было жарко. Я ничего этого не поняла. Короче, мне стало плохо. Действительно, рассказывала я это или нет на камеру. Я не знаю. Я это рассказывала уже двум девочкам. Надеюсь, что я вам не рассказывала. И что я не повторяюсь. В общем, пошли к девяти утра голодные на УЗИ. Я почему-то встала в шесть и тоже я не поела. И в двенадцать вернулись. Я рассказываю краткую версию. Самую, какую только можно. Потому что боюсь, что уже рассказывала. В общем, в девять мы были в поликлинике. Провели там ровно три часа. И там была вот такая щелочка маленькая. Нет окон у нас. Поликлиника находится в жилом доме. Маленькое одно окно. Больше в коридорах нет ни одного окна. Куча детей. И даже груднички почему-то были на кровь. Малюсенькие. Туда же и болящие, и не болящие. Вот. Мы сделали УЗИ. Сходили к педиатру. Вернулись почти домой. И завернули в семи шагов. Притащили огромное количество продуктов. И всё. Мы пришли. Меня поплохело. Я лежала где-то с пол первого до четырёх. Начало пятого. И только потом вызвали такси. Уехали в полиглотики. А после полиглотики у меня опять стало хуже. И добавилась головная боль. Я думаю, что мне так было плохо от духоты, голода. И вот это состояние природы перед грозой. Как только полился дождь, стало свежой. В окна подул ветер. Прекрасно стало. А сейчас уже, наверное, от детского поведения. Слушайте, они говорят плохие слова. Их это безумно увлекает. Так сказать, различия между мужчинами и женщинами. Вот. Называют эти части тела. Какой-то кошмар началось в такси. И они не могли успокоиться. И это так шумно. Я ругаюсь. Они ругаются. Короче, караул. Просто караул. И сейчас у меня такая мигрень, что я лежала. У меня закружилась голова лёжа. Я побежала. И скорее встала под душ, чтобы горячо было вот сюда. Я знаю, надо горячее полотенце. Но горячего полотенца нет. А что у меня там вообще рано, что ли? Ну а что у меня там такое? Что-то приклеилось. Или что такое со мной? Короче, я стояла под горячим душем и стала чуть лучше. Сейчас поела, стала ещё лучше. Наверное, ещё и давно голодная. Да, часов с трёх голодная. Сейчас уже восемь. А дети безобразно ведут себя. Я отобрала телефон. Они шумят. Да. Что на этот раз? Знаете, что он мне сказал? Мы говорим молчанку. Да, она считала до двадцати. И я всё это время молчала. Меня от твоего голоса звенит. Иди. Всё, иди. Вы потом, когда покушаете, чай разбавьте. Я вам чай заварила. Посластила. Но не разбавила холодно. Вот иди разбавь. Или, Даня. И попейте. Потом придёте сюда. Хочу им дать настольную игру. Мы попрощались с полиглотиками. И это очень печально, потому что нам сказали, что лагерь будет вести не наш педагог. Вот. А Даня очень зависим от педагога. И я её тоже люблю. И так прямо жалко-жалко. Вике всё равно, какой педагог. Вика согласна любить всех педагогов на свете. Любые замены. Она прекрасно переносит, кричит. Потом я её люблю. А у Дани всё по-другому. Ну, в общем, я ему сказала, будет не Даша. Вот. Но он думал, думал. Я говорю, пойдёшь. На самом деле оплачено у меня лагерь двухнедельный. Оплачено ещё в марте по самой большой в мире скидке. Тринадцать тысяч за две недели лагеря. Английский с десяти до трёх. Это сколько часов? Пять часов английского. Но это, считай, бесплатно. Пять часов английского в день. Тринадцать тысяч за две недели. То есть семь тысяч за пять дней. Тысяча, типа тысяча двести, да? Тысяча двести за пять часов английского. Вот так вот. Это бесплатно по нашим меркам питерским. Вот. Так что будет другой педагог. Не знаю, как всё в это сложится. И опять же, как мы будем посещать этот лагерь. Неужели на такси мы будем посещать лагерь? Я в шоке. А куда я денусь отвезти Даню? А меня-то куда? Опять, что ли, на такси сюда? Да? Ну, может, я буду как-то пешком ходить. Я не знаю, как это будет. Посмотрим. Вот такой день сегодня. Наверное, не буду больше снимать. Это такой больной влог. Может, то, что я вчера так бежала по эскалатору. Сегодня энергия закончилась. Может, то, что я нервничала перед УЗИ. На УЗИ всё прекрасно. Просто сбитая диета. Нужно быть на диете. Поменьше тортиков, поменьше мороженого. Вот. В тот день, когда мы были на теплоходе, было два тортика, пицца, бла-бла-бла. Я уже это всё рассказывала. Пересмотрите теплоход, если хотите. Если вам мало такого короткого видео, посмотрите за предыдущие дни. Три раза мы ездили в театр. Дни были перенасыщенные. Влог какой-то. 50 минут. Я не знаю, как вам это получилось посмотреть. Вот. На этом я заканчиваю. Буду воспитывать этих деток. Мама. Я всю еду, которую ты мне повозила на тарелку. Я съела её. Ещё попила чаёк. И знай, что мы играем в молчанку. Даня счётла до 20. Я играл ни с кем. Я одна молчала. Даня счётла до 20. Я пришла в чём и сказала, А это благородство, если я сломал чудовище, то мне можно взять мороженое. Тём сказал, да. И мне можно взять мороженое. Мороженое. А тебя лечить кто будет? Тёма, если он тебе разрешил мороженое. С чего он тебе разрешил мороженое? Потому что я молчала. Иди к Тёме и скажи, мне нельзя мороженое, Тёма. Другой приз. Как держать диету? Они без сладкого, Тёма. Одно сладкое в день. Одно. Всех люблю, всех целую. Пожелайте нам терпения. Вам хорошего дня. Извините, что на таком сером фоне такое состояние головы. Мигрень – это прекрасно. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok